Не найдите опыт. Таким образом, получается, что Печорин человек с больной душой. Попадая в новое общество, он снова и снова становится отвергнутым, несмотря на наличие черт, помогающих ему слиться с окружающей обстановкой. Так природа Кавказа, описанная в Бель, действительно отразила поджига, показала его с разных сторон, рассказала о жизненном укладе горца, а также передала их психологические черты и нравы. Большое спасибо, Анастасия Дмитриевна, за интересный доклад. Какие будут вопросы у вас, наши слушатели? Так можно? Так же, как и беседе о свете, я вспоминаю тоже рассуждения студентов. Вот вы описали мир Кавказа, затронули воспитание. Кстати, спасибо. Все это было хорошо, но я здесь хочу обратить внимание, вот как вы это прокомментируете. Что все-таки, когда Лермонтов изображает черты Азамата, которого мы затронули скользко, что это не типичные черты, что это не характер кавказского молодого человека. Потому что, опять-таки, тоже из-за беседы со студентами, на Кавказе берегут честь сестры. Даже есть такое именно рассуждение, что честь сестры берегут даже больше, чем честь жены, поскольку честь сестры – это честь своего рода. И, конечно, это свой, тоже род, но все-таки немножко из-за другого. И вот так, как поступает Азамат, ну, это или попословица в семье не без урода, каким он является, или это более еврофизированные черты. Причем именно еврофизированные черты, скажем так, восемнадцатого-девятнадцатого века, когда нужно удовлетворить свою страту. То есть Азамат – это не природа Кавказа и не Кавказ. Вот как бы вы это прокомментировали? Спасибо большое за вопрос. Да, действительно, я согласна с вами, что это не совсем типичная черта для кавказцев, но я думаю, что это было описано, такое поведение для того, чтобы показать истинный характер и нрав другим народам. То есть этот поступок был весьма на контрасте выражен для того, чтобы можно было увидеть, в общем, другие черты кавказского народа. Подчеркнуть их через такое отрицание. Спасибо большое. Спасибо большое. Будут ли еще вопросы у аудитории? Нет вопросов. Тогда мы объявляем следующего нашего докладчика. Это наш модератор Влада Игоревна Сальникова, студентка четвертого курса Института филологии МПМУ. Она выступит с докладом на тему «Весенний хранатон» в рассказе Бунина «Далекое». Пожалуйста, Влада Игоревна. Спасибо большое. Итак, Иван Алексеевич Бунин писал. «Мы живем всем тем, чем живем, лишь в той мере, в какой постигаем цену того, чем живем. Обычно эта цена очень мала. Возвышается она лишь в минуты восторга. Восторга счастья или несчастья. Яркого сознания приобретения или потери. Еще в минуты поэтического преображения прошлого в памяти». В приведенных словах можно заметить и мысль о том, что ценность того, что мы имеем, осознается в полной мере лишь с его утратой. И принцип поэтизации прошлого, которому следует Бунин в своих произведениях. Реализацию этого принципа мы можем наблюдать и в рассказе «Далекое». Произведение написано в 1922 году, в период эмиграции во Франции, когда разлука с родиной тяжело переживается писателем. В основу произведения ложатся впечатления из прошлого, навеянные жизнью писателя в Москве. Мы видим, как воспоминания о былом сказываются в рассказе с образом утраченной родины. Категория памяти и установка на изображение прошлого приобретает определяющее значение для Бунина. Для художественного сознания писателя становится характерной преображающей функцией памяти. В своих записях Бунин объяснял внимание к прошедшему тем, что недавнее еще не преображено, не обличено в некую легендарную поэзию. И что поэтому материалом для творчества должно становиться только отжившее – прошлое. Отсюда следует и принцип поэтизации прошлого и стремление придать ему легендарный характер, проявляющийся на разных уровнях в рассказе. Стоит обратить внимание на заглавие. Произведение носит название «Далекое», и в нем уже заложена устремленность в прошлое, неоднократно подчеркиваемая автором. Временной план тяготеет к легендарности. Рассказ начинается со слов «Давным-давно, тысячу лет тому назад, жил-добыл вместе со мною на Арбате». Можно заметить, как нарушено восприятие времени рассказчика. События прошедшей жизни воспринимаются как события тысячелетней давности. К этой гипрополизации добавляется и в некоторой степени сказочность, создающаяся за счет зачина «жил-добыл». Пространство прошлого таким образом обретает и реальный характер. Оно настолько далеко от настоящего, что осознается, как совсем другая жизнь, кажущаяся невозможной в нынешних условиях. Отсюда и эта пропасть, определяющая прошлое и настоящее. Времена отдаленности добавляется и пространство. События, о которых вспоминает рассказчик, происходят в гостинице на Арбате под названием «Северный пояс». Северный пояс воспринимается как нечто слишком далекое, даже недосягаемое. Его соотнесение с Арбатом в воспоминаниях героя подчеркивает непредалимое расстояние между прошлым и настоящим. События, о которых вспоминает рассказчик, происходят далекой московской весной. И образ Москвы, и весна неразрывно соединяются с образом прошлого в сознании героя. Влияние пространственных и временных примет по смыслным и конкретным целым, о чем писал Михаил Михайлович Пахтин, позволяет выделить особый хроноток произведений, который можно назвать весенним. Весна имеет широкую символику в культуре. Это время расцвета, молодости, а также время обновления, пропустения, когда человек обретает новые надежды и стремления. В своем рассказе Бунин обращается именно к вечному смыслу. Повествование разворачивается параллельно в двух планах – прозаическом, бытовом, связанном с историей Ивана Ивановича, и лирическом, идеальном, пространстве воспоминаний самого рассказчика. Эти два плана контрастируют между собой. Иван Иванович, как и сам рассказчик, живет в гостинице «Северный поле». Описание этого места позволяет говорить о второй трактовке названия, связанной уже не с временной характеристикой, отдаленностью прошлого от настоящего, а с пространством, противопоставленностью гостиницы самому Арбату и всей Москве. «Северный поле» воспринимается как мертвенное пространство, где отсутствует жизнь, и, если говорить образно, царит вечная зима, что заложено уже в названии. Автор описывает темный и зловещий коридор, где очень сложно и очень дурно пахло, и особенно чем-то тем душным и резким, чем начирают полы в дреной гостинице. Пространство гостиницы статично, тогда как пространство Арбата характеризуется динамикой. Люди постоянно спешат по своим делам, шумят подвозки, стоят суета и грохот. Именно в этой гостинице живет неслышный, незаметный, скромнейший в мире старенький и довольно потрепанный Иван Иванович, напоминающий тип коколевского маленького человека. Несомненно, можно заметить сходство между Иваном Ивановичем и Пашмачкиным из повести «Шинель», проявляющиеся в мелочности стремлений и ограниченности Ивана Ивановича, а также в авторской иронии по отношению к героям. Тихое, замкнутое, не нарушаемое никаким внешним влиянием жизни Ивана Ивановича, противопоставляется всей Москве. Время для героя протекает циклично, тогда как жизнь Арбата полна хаоса. Все меняется одной весной, когда в гостинице появляется старый князь. Автор всячески подчеркивает его непримечательность. Очень запущенный и нескладно огромный, с мешками под глазами, шумный, тяжкая отдышка. Создается образ явно не поэтический, но Иван Иванович оказывается поражен и пленен к князям. Вон выпит из своей долголетней хулии. То есть герой, наоборот, поэтизирует образ князя и начинает во всем подражать ему. Попытки подражания выглядят нелепо, и ярко показываются несоответствия между князем и Иван Ивановичем, что даже рассказчик называет обезьянским. Но, как отмечает герой, не важен предмет очарования, важна жажда быть очаровым. У Ивановича, как маленького человека, мечты и стремления незначительны, и мыслит он в меру своей ограниченности. Фаризоический план перемежается с лирическим, связанным с самим рассказчиком и жизнью Москвы. Герой размышает обесеннему пробуждению. Каждая весна есть как бы конец чего-то изжитого и начало чего-то нового. То и далекой московской весной этот обман был особенный сладок и силен. Для меня, по моей молодости, потому что кончались мои студенческие годы, а для многих прочих, просто по причине весны, на редкость чудес. В этих словах соединяются два символических понимания весны. С одной стороны, это пора молодости, а с другой стороны, пора душевного обновления. Объединяет же их то, что весной человека охватывают новые стремления. Возникает мотив весны как сладостного обмана, и эта оценка дается на временном расстоянии с позиции человека, имеющего большой жизненный опыт и понимающего некоторую наивность ожиданий молодости. Если в интонации, с которой говорится об Иване Ивановиче, последствуется доля иронии, то совсем по-другому описывается Москва. Рассказы расширяются и выходят за пределы гостиницы. Презаический бытовой план сменяется лирически. Перед читателем открывается образ Москвы, подстающий, как живое существо и обретающий свою любви. Москва прожила свою сложную, утомительную зиму, почувствовала, будто она что-то кончила, что-то свалилось в плечи, дождалась чего-то настоящего. Все вокруг пробуждается и приходит в движение. Москвичи стремятся начать жизнь иначе, измениться в лучшую сторону. Все кончали какую-то полосу своей прежней, не той, какой нужно было жизни, и чуть не для всей Москвы был канун жизни новой, непременно счастливой. Старая жизнь уходит в прошлое, и определяющим становится мотив ожидания счастливого будущего. Пространство рассказа расширяется и от бытового плана переходит к вечностям. Весна – время молодости, когда жизнь человека полна душевных стремлений, мечтаний. Рассказчик обращается к своим воспоминаниям и может вполне судить о том, насколько несбыточны порой были эти мечты, которые он сам считает обманным и вздором, глупыми надеждами и радостностью. Герой называет воспоминания сладким и горьким сном прошлого. Мотив сна соотносится с мотивом обмана, отбойственная, противоречивая характеристика, сладкий и горький, соединяет в себе оценку с двух уменных позиций. В прошлом это были действительно радостные ожидания, в настоящем же воспоминании о них отзываются в душе рассказчика, с грустью и даже болью. Размышляя о том, чем кончился порыв Ивана Ивановича, рассказчик предполагает, что кончился он, как и большинство наших порывов, не ваш. Герой осознает обманчивость, наивность мечтаний, но признает, что они преображают самого человека, открывая его в душе новые качества и порождая в нем стремление к лучшему, более светлой жизни. Таким образом, можно сделать вывод, что весенний хронотоп это поэтический образ без возвратно утраченного профиля, неразрывно связанный и с покинутой родиной. Образ далекой московской весны ойдетворяет безмятежное прошедшее, полное надежд на счастливое будущее. Тем сильнее его контракт с безрадостным настоящим, потом становится очевидным невозможность воспитать старые чувства вновь. У меня все. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Влада Игоревна, вам за интереснейшее выступление, очень яркое, за такой прекрасный материал. Какие будут вопросы, Влади? Я прошу прощения, столько вопросов, сколько рассуждений, но Влада Игоревна может не согласиться с этим. Вот как раз позвучало, что Акатья Акатьевич, точнее Иван Иванович, не понимает Акатья Акатьевича. Поскольку Акатья Акатьевич появился раньше в литературном свете. Вот я бы все-таки внесла с этим, что до искушения Акатья Акатьевича я бы не сказала, что их можно объединить, поскольку Акатья Акатьевич, он засыпал с улыбкой, что Бог завтра пошлет переписывать. То есть он был доволен своим делом, а дело Ивана Ивановича мы не знаем, то есть мы недаром там у Бунина указано Бог вес, чем он занимался. То есть Акатья Акатьевич до Шинели доволен своей жизнью, а Иван Иванович неизвестно что. Поэтому если появление Шинели можно назвать искушение Акатья Акатьевича, то вряд ли можно появление князя назвать искушение Ивана Ивановича. А это появление нечто вот такого, ну проще именно сказать нового. То есть я это говорю к чему, все-таки вряд ли их можно объединить по образу жизни. Но еще раз повторяю, Влада Игоревна совсем не обязана с этим соглашаться. Спасибо большое за комментарий. Но я не стала целью объединять их образы и говорить о сходстве их образов в жизни. Скорее я имела в виду, что жизнь Ивана Ивановича описывается как жизнь маленького человека. И описание его жизни строится на контрасте с Москвой и подчеркивается его ограниченность. Спасибо. Большое спасибо. Будут ли еще вопросы у нашей аудитории, Влади Игоревне? Нет вопросов, да? Ну, мы тогда представляем нашего следующего докладчика. Это Смыслова Ольга Николаевна, доцент кафедры русско-классической литературы Института филологии МПГУ. Ее доклад на тему «Локус Невского проспекта» «Петербургских сновидений в стихах и прозе и маленьких картинках Достоевского». Пожалуйста, Ольга Николаевна, слушаем. Рада всех приветствовать. Спасибо. «Петербургские сновидения в стихах и прозе и маленькие картинки являются образцами уникальной публицистики Достоевского». Оба сочинения написаны в жанре фильетона, посвящены Петербургу и его повседневности и ориентированы на традицию физиологического очерка 40-х годов. Хорошо известно, что уже в те годы Достоевский в петербургской летописи определил особый подход к фильетону не столько как описанию злободневных происшествий и событий, сколько важному прямому авторскому высказыванию о них и некоторому историко-культурному и философскому обобщению. Этот принцип останется неизменным в 60-е и 70-е годы, как и сам образ фильетониста Флайнера, хотя литератор «Маленьких картинок» – это дневник писателей 73-го года – отличается от раннего мечтателя петербургской летописи и фильетониста-визионера «Петербургских сновидений в стихах и прозе», опубликованных в первом номере журнала «Братьев Достоевских время» в 61-м году и написанных в соавторстве с Минаевым. Минаев там написал для этого фильетона стихотворные тексты. Необходимо заметить, что во всех трех статьях разных периодов творчества писателя рассказчик предельно автобиографичен, на что есть прямые указания в самих текстах, даже когда фильетоны опубликовались анонимно, как было принято в периодике того времени. Например, в петербургских сновидениях рассказчик признается – еще в 40-х годах меня называли и дразнили фантазером. Невский проспект, как важный элемент петербургского текста Достоевского, еще не становился объектом детального изучения, хотя в 2012 году вышла книга Тихомирова с Достоевским по Невскому проспекту или литературной прогулки от Дворцовой площади до Николаевского вокзала, в которой ученый восполняет пробел в краеведческом изучении роли Невского проспекта в биографии писателя и в сюжетных коллизиях его литературных героев. Подождая традицию Анциферова, Тихомиров строит книгу как воображаемую литературную прогулку по адресам Невского проспекта, связанную с Достоевским, и воссоздает облик центрального урочища Петербурга второй половины XIX века. В докладе, доклад посвящен анализу поэтического образа Невского проспекта, который творится в двух публицистических статьях Достоевского разделенных десятилетиям. В современной Достоевистике неоднократно исследовался фантастический образ Петербурга, который предстоит перед глазами филитониста в определении Викторовича автоконцептуальных петербургских сновидений в стихах и прозе, и который представляет, опять-таки, определение Викторовича, единственный случай удвоения текста в творчестве Достоевского. Речь идет о фантастической, волшебной грезе, увиден на филитонистом на берегу Невы. Впервые это описание нового города, после созерцания которого фланер прозревает в новый мир, было использовано в финале «Слабого сердца» как исповедально-философское отступление, а затем как автор реминисценции возникает в преступлении и наказании и в более сохраненном виде в грезе Аркадия Долгорукова в подростке. Это видение вырастающего в морозном паре реки фантастического города является символом потенциальной возможности в филитоне или невозможности в повести и романах осознания человеком тайны мироздания и смысла его бытия, философского постижения метафизики Петербурга как самого отвлеченного и умышленного города на всем земном шаре. Это цитата из Застоевского. Нас же интересует другой эпизод, наполненный столичными топонимами петербургских сновидений в стихах и прозе. Там упоминается Невский проспект, Фонтанка, Вознесенский проспект, Гостиный двор, Смольный монастырь, Максимилиановская лечебница. Это нас интересует описание перехода филитониста в Невского проспекта, из которого затем вырастет потрясающая по своей экспрессии зарисовка в первой части маленьких картинок. Приведем этот фрагмент филитона 61-го года. «Становился вечер. В магазинах за цельными слегка запотевшими стеклами загорелся газ. Высокие офицеры летели по Невскому, тяжело хрустя по снегу, несли сбастящие кареты, запряженные гордыми конями, с гордыми кучерами и надменными лакеями. Изредка раздавался звонкий стук подковы, тронувший сквозь снег камень. По татуарам валили прохожие. Был канун Рождества». Вслед за этой картинкой возникает... Извините. Вслед за этой картинкой... Прошу прощения. Не вовремя, да? Так. Извините минутку. Я не могу, у меня доклад. Я не могу говорить. Так. Вслед за этой картинкой возникает недействительная, а фантастическая фигура чиновника в щенели на вате, старой и изношенной. Аллюзивная гоголевскому маленькому человеку. Не случайно в дальнейшем упоминается сам Акакий Акакевич, как и Гарпагон и Скупой Рыцарь. Слово широта историко-культурного, литературного контекста свойственна всем петербургским филитонам Достоевского. В описании важен хронотоп, избираемый писателем. Это проспекты с зимним вечером накануне Рождества. Приурочность к рождественским праздникам будет и в маленьких картинках, где Невский описывается за два-три дня перед Рождеством. И в святочном рассказе «Мальчик у Христа на елке», где нет конкретного названия широкой улицы, на которую попадает мальчик. Это художественно и жанрово обусловлено тем, что святочный рассказ требует некой универсальности, происходящего в каком-то огромном городе. И мир этого страшного и великолепного города дается глазами маленького ребенка, не знающего и не понимающего, где он находится. Но в контексте всего рассказа становится понятно, что речь идет о Петербурге. При описании «Зимнего вечера» на Невском важную роль у Достоевского играет газовое освещение, которое в сочетании с непременным морозным туманом способствует созданию характера призрачности, фантасмагоричности городского пространства. Интересно, что в петербургских сновидениях мотив морозного пара появляется в видении города на берегу Невы. Цитата. «Мерзлый пар валил с усталых лошадей, с бегущих людей». А затем повторяется в «Мальчике у Христа на елке» при описании улицы. «Мерзлый пар валит от загнанных лошадей». В маленьких картинках этот мотив трансформируется в белый морозный туман, который опускается на весь город и который призван создать особую атмосферу города-призрака. Если в петербургских сновидениях при описании Невского проспекта и в святочном рассказе «Газ, загорающийся в витринах» создает эффект иллюзорности пространства, то в маленьких картинках именно туман становится доминирующим в описании зимнего Невского проспекта и вырастает до жуткого адского тумана. Но центральное место во всех зарисовках проспекта занимает мотив несущихся экипажей и рысаков. В петербургских сновидениях в стихах и прозе блестящие кареты запряжены гордыми конями с гордыми кучерами и надменными лакеми. Мчащиеся по Невскому в канун Рождества и готовые в любой момент растоптать мелкого чиновника в заношенном щенеле прочитываются прежде всего в социальном аспекте. В опубликованном в первом программном для почвенничества журномере журнала «Время» в фильетоне, где сам Достоевский указывает на близость с его идейным взглядом 40-х годов, Невский проспект скорее предстает как символ города роскоши и нищеты, башмачкиных и горпогонов, которых можно отнести, по словам фильетониста, к замечательным субъектам доктора Крупова. Не раз отсылая читателя к традиции натуральной школы и физиологического очерка, Достоевский, однако, указывает и на фантастичность введения фигуры, скользнувшей перед ним. Как часто бывает у Достоевского, тонкая грань между реальным и вымышленным, переведившимся и действительным, размывается, сквозь реальность просвечивает петербургский миф. Так происходит и в петербургских сновидениях. Цитата. «Изредка раздавался звонкий стук подковы, тронувший сквозь снег камень, по тротуарам валили прохожие. Был канун Рождества. Принесенный, обточенный и очеловеченный камень, как символ оккультуренного ландшафта Петербурга и одна из доминант его мифа. Звонкий стук подковы по каменной мостовой, аллюзивный к пушкинскому тяжело звонкому скаканию. Рождественский вечер, сам по себе весь, всегда окутанный некой тайной, расширяющей границы между явью и вымыслом. Все это создает мощный историко-культурный контекст этюда, написанного по случаю, как уточняет Достоевский, и включает его в петербургский сверхтекст русской литературы. Но наиболее яркий пример значимости локуса Невского проспекта для этого текста можно обнаружить в первой главе маленьких картинок 1973 года. Показательно в этом отношении уже начало статьи. Открываются маленькие картинки зарисовкой, характерной для летнего Петербурга Достоевского. Лето, каникулы, пыль и жар, жар и пыль. Далее писатель создает фильетоний особое психологическое настроение, сменяя тему повседневных забот литератора с заявлением экзистенциального характера. Хочется воздуха, воли, свободы. Но вместо воздуха и свободы бродишь один без цели по засыпанным песком и звездкой улицам и чувствуешь себя как бы кем-то обиженным. Право, ощущение как будто похожее. Схожее по образности и идейному наполнению с романом «Преступление и наказание» повествование о летней столице сочетает в себе универсально бытийные категории и личные ощущения. Разве это не эмоции и чувства Раскольникова или Вельчининова из «Вечного мужа», которые вынуждены проводить лето в городе? Обида, раздражительность и маята — вот те состояния, которые испытывают петербургские герои Достоевского. Но автор, как и его персонажи, вроде бы и не стремится сбежать из Петербурга. В Петербурге лучше, душнее, грустнее. Ходишь, созерцаешь один-одинешник — это лучше, чем свежий воздух у веселительных петербургских садов. Одиночество и замкнутость — главные атрибуты подполья героев Достоевского оказываются неизбежными и отрадными и для автора. Парадоксальное сочетание «лучше, душнее, грустнее» выражает противоречивость в восприятии города. Автор и его герои мучаются в Петербурге, но и покинуть его не хотят и не могут, так как он является единственным возможным пространством, на котором может обитать человек современной цивилизации. Мотив нехватки воздуха несколько раз появляются в маленьких картинках. Еще цитата «хочется воздуха, воли, свобода, всем без исключения, находящимся в этот момент в самом угрюмом городе, который только может быть на свете». Конец цитата. Приведенный пример инверсивного повторения литмотива петербургского текста писателя «пыль и жар, жар и пыль» подчеркивает состояние предельного дискомфорта летней столицы. Примечательно, что Достоевский подобным образом в дальнейшем вводит рассуждения об архитектуре. Пыль и жар, удивительные запахи, взрытая мостовая и перестраивающиеся дома. Здесь появляются другие постоянные элементы Петербурга-Достоевского, запах мостовая и дом. Наконец, зарисовки о жизни петербургских мастеровых, размещенные во второй и третьей главах маленьких картинок, открываются в оконечном пыле-жар, сопровождаемым деталями, которые создают ощущение духоты летнего города, ворота, иногда заваленные звездкой и кирпичом, пыльная улица, пыльная еще после заката солнца, пыльные и угрюмые петербургские улицы, пыль, пыль, кирпич и звездка. Повтор этого емкого и значимого мотива и деталей постоянных в петербургском мире Достоевского задает определенную тональность, создает то настроение, которое должно быть понятное знакомо читателю петербуржцу. Однако особое внимание уделяется Невскому проспекту, который вспоминается автору зимним, опять-таки, в канун Рождества, тогда как маленькие картинки пишутся в жаркие июльские дни. Достоевский описывает переход через проспект как некое испытание на выживание. Этот эпизод маленьких картинок является ярким примером мастерства Достоевского художника. В нем используется прием, напоминающий кинематографический монтаж. Один кадр сменяет другой. Кажется, что камера движется непосредственно за переходящим, изворачивающимся между несущимися каретами человеком, а иногда стремительно меняющиеся кадры, сопровождаемые оглушительными звуками городской улицы, создают почти физическое чувство трагической обреченности, ощущение предельного напряжения нервов, которое ограничится полным отчаянием, охватывающим человека во время пересечения проспекта. Процесс перехода через Невский проспект описывается так точно и подробно, что кажется, если есть полное совпадение художественного и реального времени, затрачиваемого прохожим на пересечении проспекта. В отрывке особую роль играет мотив борьбы. Чащиеся экипажи и человек находятся в постоянном состязании, в котором один противник давит, нападает, а другой увиливает, убегает. Зарисовка начинается с пообщения. Известно, что Невский проспект переходишь всегда с осторожностью, не то мигом раздавят. Глаголы, используемые для изображения опасного перехода, имеют ярко выраженный семантический оттенок изобретательности, выжидательности, изворотливости, которые столь необходимы для существования в Петербурге. Цитаты. Лавируешь, присматриваешься, улучшаешь минуту, проскользнул кое-как, осматривайтесь и наскоро придумывайте, как бы проскользнуть. При этом используется лексика, характеризующая состояние пешехода как состояние неуверенности в том, что останешься жив, в состоянии тревоги, страха и ужаса перед надвигающейся мощью противника. Переходишь с осторожностью, опасный путь, сильно рискуете, опасный переход, быстро, тревожно осматривайтесь и так далее, и так далее. Однако, петербуржец испытывает и другие ощущения. Когда лист наиболее силен, переходить особенно интересно, а после перенесенного испытания еще весь дрожжа ощущаешь, пишет филитонист, в то же время неизвестно почему, и какое-то от него удовольствие, и вовсе не потому, что избегли опасности, а именно потому, что ей подверглись. И далее Достоевский характеризует парадоксальность этого ретроградного удовольствия определения Достоевского в шутливой ироничном тоне. Надо бы было, напротив, протестовать, а не ощущать удовольствие, ибо Рысак в высшей степени нелиберален, напоминает Гусара или Кутящего Кубчика, а стало быть, неравенство, нахальство, тирания и так далее. Конец статы. Под смеивость иронизированной собой авторы выражают очень важную мысль о приниженности, униженности противостоящей власти силы, которая использует слабость и подавляет не именно это никакого права. Если психологическая характеристика переходящего Невский проспект Петербурга дается через его поведение, действия и эмоциональное состояние, то в создании образа вражеской громады используются иные яркие образные языковые средства. Прежде всего подчеркивается ее мощь, проявляющаяся в монолитности и стройности рядов. Цитата. «Ждешь, чтобы хоть капельку расчистилась от несущихся один за другим в два или три ряда экипажей». В характеристике карет, передвигающихся по улице, огромную роль играет производимый ими шум, который создается за счет использования многосоюзи, повторов, сравнения, звукоподражательной лексики, альтерации, имитирующих оглушительность городской улицы и создающих определенный ритм, динамику и экспрессию. Топот и грохот и сиплые окрики кучера. И топот, и рубка, и крики. Это другая уже повторяющаяся у Достоевского. Быстрые, частые, сильно приближающиеся твердые звуки, страшные, зловещие в эту минуту, очень похожи на то, и тут очень интересное сравнение, тоже звукоподражательное, как если бы шесть или семь человек с сечками рубили в чане капусту. Впервые еще в двойнике возникает образ экипажа, который с шумом и громом звеняет треща, выкатывает Таневский проспект, готовый раздавить и уничтожить бедного Галяткина. Крайне редко можно встретить в поэтике Достоевского звукопись и темпоритм, но в описании локуса Таневского проспекта они наряду с традиционным для Петербурга писателя туманом создают удивительную поселево воздействие на читателя картину, давящую на человека громадой, возникающую будто из ниоткуда в рождепной севре. Туман так обволакивает проспект, что, как пишет Достоевский, в трех шагах едва различаешь прохожего, а видно кругом лишь насажен. В маленьком отрывке, описывающем уличное происшествие, слово туман повторяется шесть раз. Адский туман можно считать одним из определяющих формирований мифопоэтического образа города-призраков Достоевского. А в сочетании с образом коня, мчащегося навстречу этот мотив приобретает глубокое символическое звучание. Цитата «Из тумана на расстоянии лишь одного шагу от вас вдруг вырезывается серая морда жарко дышащего рысака, бешено несущегося со скоростью железнодорожного курьерского поезда. Пена на удилах, дуга на отлете ввожено тянута, а красивые сильные ноги с каждым взмахом быстро, ровно и твердо отмеривают пассажник». Литературность данного образа его прямая аллюзия к образу медного всадника несомненно, тем более, что описанием чащегося коня заключается словами «Поистине петербургское видение». И звукопись приописания низкого проспекта Достоевского в маленьких картинках несомненно тоже является частью этой отсылки к пушкинской петербургской повести, где погони медного всадника за бедным Евгением сопровождаются громогрохотанием «Потрясающим мостовую». Молодостоевская надвигающаяся на петербургского жителя «Рысак» сравнивается с курьерским поездом, который является олицетворением урбанистической цивилизации. Вспомнил слова Лебедева в «Идиоте» о сети железных дорог как апокалиптическом знаке. Также в образе скакуна можно обнаружить мотив лихого безудержа «жарко дышащий, пена наудила, возжина тянута» и так далее. Как воплощение яркой черты русской ментальности и символ всей России, что также отсылают читатели «Гоголевские птицы-тройки» и «Пушкинским куда ты скачешь, гордый кот, где опустишь ты копыта». Так описание тривиального ежедневного перехода петербургцам Невского проспекта в петербургских сновидениях в стихах и прозе и маленьких картинках оказывается блестящей поэтической миниатюрой и философским этюдом Достоевского, гениального оформителя, сведшего воедино в своем варианте петербургского текста «Свое и чужое» и первого осознательного строителя петербургской текста как такового. Ну, я думаю, знали авторы этих слов. Спасибо большое за внимание. Вот я такую вот работу с двумя фрагментами, с двумя описаниями Невского проспекта. Ольга Николаевна, огромное вам спасибо. Просто браво, потрясающий, выдающийся доклад. Мне очень понравилось, вот особенно как вы про дыхание города говорили, вот эта нехватка воздуха, морозный пар там, да, оценивали, или как город душно открыли. И как это все соотносится с этими проблемами, да, петербургских, шоя, чакоточных, да, или с самим Достоевским, у которого... Екатерина Вячеславовна, что так у меня прерывается? Что прерывается? Связь куда-то делась? Плохая связь, да, у нас? Вот, а я вам покажу, я говорю, какой прекрасный у вас потрясающий доклад. Да, слышно сейчас? Да, спасибо большое, спасибо. Слышно? Я говорю, что мне особенно понравилось, как вы рассуждали, вот об этом дыхании города, образы, как город дышит, да, как ему не хватает воздуха, да, или как ему душно там вот от этого, от пыли, как вы про морозный пар, да, рассуждали. Это все соотносится и с вот Чуфоткой петербуржца, и с проблемами с легкими у Достоевского, с его эфиземой, да, с его одышкой. То есть, ну, это просто потрясающе такое, я прям почувствовала дыхание Петербурга, действительно, Невского проспекта, ну, и все там другое тоже было совершенно великолепно. Спасибо большое. Может, у нас в аудитории, да, будут вопросы тоже суждения о докладе Ольги Николаевны. Николаевна, я присоединяюсь к Екатерине Вячеславовне, доклад потрясающий, у меня вопрос не по вашему тексту. Скажите, вот вы в самом начале упомянули мне Бориса Тихомирова, имелась в виду вот эта книга «Литературные прогулки по Невскому проспекту от Димнего дворца». Да, 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 спасибо большое. И рискую занять ваше время это тоже не вопрос. Вот, когда вы рассказывали о Невском проспекте, я вспомнила свои ощущения, когда я читала о Керенгете, что если вы в сторону отклонитесь, вас там не съедят, забадают, затопчут. Я тогда про себя сказала о Невском проспекте. Вот сейчас, когда послушала, это вспомнила. И последний вопрос, а ваши публикации о Невском проспекте есть? Есть вот это, вот это есть, да, это русская, русская словесность вышла, вот даже покажу недавно, вот русская словесность, это пятый номер 2021-го, и вейлайбер, вот она есть, но я не знаю, ну как у них доступ к ней есть, но в принципе есть вот она. Ага, все, спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо большое. А может быть, еще вопросы есть у нашей аудитории? Нет вопросов? Ольга Николаевна, мы вас благодарим, мы вам аплодируем, Влада Игоревна. Да, ну давайте, переходим к нашему финальному докладу. Елене Юрьевне Кнора, Институт мировой литературы имени Курькова, и тема «Лицо земли», цикли очерков, пришли на «Заворожка». Пожалуйста, Елена Юрьевна. Да, значит, хотела бы еще добавить, что я работаю еще в православном сиаттехнинском университете, там у меня, читая курс христианства и русской литературы 19-го, начало 20-го века в магистратуре, и, собственно, все мои вот размышления, о Пришвине связаны, с одной стороны, с моей диссертацией, которую я посвятила киркетическому тексту Пришвина, и вот тема земли и тема, собственно, краеведения для меня у Пришвина прежде всего связана с некой его собственной такой метафизикой, его особым зрением, вот, выявляющим то самое лицо земли, поскольку Пришвин был по образованию агрономом, но учился он на философском факультете, на агрономическом отделении философского факультета и в Лейпциге. И вот это соединение конкретного и абстрактного, да, вот, буквального, как бы, да, и философского, оно отражается в его художественной оптике. Ну, сейчас я в своем докладе с одной стороны расскажу о принципах этого видения, метода, вот, выявления лица земли сквозь, вот, географическое пространство для, важное для Пришвина, а с другой стороны посвящу немного времени и самому циклу заворожки. Собственно, тема, значит, доклада с одной стороны звучит, как бы, как некий общий метод лицо земли в цикле очерков, Пришвина, а с другой стороны акцент важно сделать на слове заворожка, поскольку заворожка в творчестве видения Пришвина это еще и будущее его, вот, ключевой мотив катастрофы. Собственно, катастрофа, сквозь которую он пытается увидеть вестников желанного мира. Вот эта тема катастрофы пронизывает, как он говорит, всю его жизнь. В общем-то, и старообрядческие здесь есть мотивы, которые вот были в его, ну, в какой-то биографии. Вместе с тем, и тема вот бегунов, бегства, поиска вот какой-то подлинной земли, убегания от страшного мира. Вот эти все мотивы будут перекрещиваться уже вот в ранних очерках, а потом они появятся и дальше. Собственно, начну тогда с основного, как бы, тезиса, да, об особенностях видения земли, вот, у Пришвина. Итак, образ нового неба и новой земли, прочитанный в культуре серебряного века в контексте откровения Иоанна Богослова, становится ключевым литвативом русской литературы десятых-двадцатых годов. Эскатологические мотивы в литературе этого периода активизуют образ земли в составе новозаветной, ветхозаветной проблематики. Вместе с тем, образ новой земли становится одним из ключевых концептов среди религиозно-философских исканий, где новозаветная образность трансформируется в составе религиозной философии, основного ее сюжета о пути к невидимому граду у Сергия Булгакова, Николая Бердяева, Дурылина, Муравьева и других. В творчестве Михаила Пришвина отражается религиозно-философский язык эпохи Серебряного века в его эволюции от дореволюционных девятисотых по революционным двадцатым и далее. Тема земли так или иначе звучит в произведениях писателя, начиная с ранних дневниковых записей и очерков и заканчивая дневниками последних лет жизни. В изучении данной темы интересен аспект краеведения, который для Пришвина становится особой деятельностью, воспринимаемым в составе его собственной концепции творческого поведения. Вот в статье Алексея Владимировича Святославского говорится также, что краеведческий подход ученого, краеведа Смирнова не совпадает с подходом Пришвина и краеведа со зрением писателя. И вот эту тему краеведения и отличие себя от краеведа буквального и краеведа писателя Причина будет всегда подчеркивать. Это особый подход Пришвина к изучению краев в исследовательской литературе рассматривается в составе философии христианского персонализма, основной которой принцип «видеть мир с лица». Для Пришвина важен этот принцип. Христианский персонализм Пришвина является составной частью религиозных исканий серебряного века, где обсуждается идея Платона и Канта, формируется в их составе «Сюжет пути в невидимый град». Продолжая наше предыдущее исследование, мы рассматриваем этот концепт Земли сквозь призму мифологема Путевкитиш, соединив религиозно-философский аспект темы и мифпоэтический. Итак, вот здесь я просто своими словами обрисую собственно суть этого мифа, как бы Соловьевский и Платоновский миф в дневниках Пришвина. Это, прежде всего, обращение к образу Земли, сокрытой неким Мариум, завесой нашего я от как бы то есть подлинная Земля сокрыта от человека и граница вот эта Марьева это и есть граница нашего я. Поэтому персонализм нехристианский связан с пониманием, что вот этот грешный грешное я, греховное я, оно закрывает подлинный вечный мир. Божий мир рядом, он здесь и сейчас, он не где-то там, это не потустороннее царство, а вот покаяние отверзни двери, поэтому образ этого Божьего мира, он как бы здешний и его нужно открыть. Открывается чистому сердцу. Соответственно, здесь и миф о Граале, и о поиске голубого цветка Генриха и Двердингена, и одновременно китежский текст о болоте, на котором может быть, например, мы знаем, у Миликова Печорского два пути через болото. Болото может открыть некую такую чарусу, чарус, это светлая полянка, вроде бы ясная, прекрасная, но когда ты на нее становишься, ты попадаешь в омут, в колодец. Может обернуться эта самая полянка какой-то часовинкой светлой, то есть тоже ложный город. И в образе старца явится водяной, который поманит в эту часовинку, но на нем не будет креста, будет основное отличие, то есть оборотничество. И вот этот город на болоте Петербург, который потом дальше появится тоже у Кришвина, так же, как и у многих других авторов этого периода, это тоже город на болотах, истоками вот этого петербургского мифа, у Кришвина китежский миф о городе, вот китежский текст имени Копечорского, о городе, который может быть, оборотнем, если путь к нему не чистым сердцем человека, а путь, в котором человек очарован неким вот таким видением. И вот эти оборотничества пути и собственно оборотничества дороги, такое превращение в пути, один из основных ключевых мотивов у Кришвина, и от этого зависит, какое лицо земли путник видит. Итак, образ новой земли, вот я как бы здесь сократила немножко свой доклад, сказав о платоновском и соловьевском мифе, и надо сказать следующее, что идея Платона о невидимой истинной земле, закрытой от нас предрассудством тела, цитата, особым образом осваивается в культуре русского серебряного века. Трансформацию платоновского мифа в сюжет о невидимом граде можно выявить в христианском персонализме Сергея Дурылина, флоренского и вот Пришвина. Рецепция Платона и Канта в культуре русского символизма определяет трансформацию китежской легенды в миф о невидимом граде. Град задан, град дан за невидимой стеной, но одновременно и задан человеку, открывается в пути покаяния. Различение мира как здешнего, посещестороннего и земли посвящен доклад Вячеславу Иванову евангельский смысл слова земля 1909 года. В 13-м году восходит свет книга Дурылина церковь невидимого града, сказание о граде Китежа, где описывается легенда о граде святых, недоступном для взгляда грешника. То есть в лучах света открывается невидимый град, если взгляд в свете родственного внимания, как это упрещено, то вот град оборачивается и Петербург оборачивается тогда Китежем, но если обратное, то вместо невидимого града мы видим лишь град Петербург, пишет он в 18-19-м годах. Это вот такой контекст. В дневниках Причвина он создает собственный миф о завесе. В центре художественного мира образ творческой личности, которая, проницая завесу эгоистического я, открывает новое мы. Сюжет об открытии нового в очевидном появляется в дневниках и 14-го года и становится основой художественного видения в дальнейшем. Причвина создает свою концепцию творческого поведения, в основе которого путь к прозрению особых мгновений подлинного мира сквозь завесу неподлинного. Ну, собственно, бывание и бытие это есть и у Дурылина. Вот эти два мира. Уже в ранних путевых очерках появляется утопический поиск, мотив поиска новой земли, страны непуганных птиц, произведения в 30-х, 40-х годах это топус жировой родины, золотой луговины, кладовой солнце, сокрытое в глубине болот. Как и в религиозных исканиях Дурылина Добролюбова, Александр Добролюбов мифологем невидимого града упрещенно определяет восприятие географического пространства. Путешествие в пространстве оказывается путем в мир невидимой, обнаружаемой в повседневности в близкой реальности, как говорит Халлицик. В книгах 13-го года топика пути внешнего коррелирует с образом внутреннего пути к откровению нового мира. Путь, который осмысляется как забвение себя. Цитата «И я в путешествии я думаю весь интерес состоит в том, чтобы заблудиться. И тогда что-то открывается, и новая земля, и новые люди будут действительно новыми. Но как это сделать, я не знаю. Тут одно упование. Переживание автором отчуждения мира, когда родная черноземная земля стала казаться просто каким-то чудным, постороннему всему моему существу-минералам неожиданно разрешается откровением радости ощущение себя в ином измерении, когда тот же самый мир ощущается уже не чужим, а родным. Цитата «Ноги идут по чужой минеральной земле, а в душе родная, настоящая, бесконечно большая земля, необъятное пространство и удивительные люди. С той радостью я шел совсем как-то в ином измерении». Образ заблудиться коррелирует дальнейшим с образом забвений я, сознательного, отказа от намерения, плана, стратегии, волевого усилия выражена в одном из фрагментов дневника парадоксальной формуле «Мир есть, но насильно его не возьмешь». То есть вот эта тема рационального обретения града, рационального волевого усилия, когда вот у него появляется образ «Долбит гору Кавказу, пытается выкопить град невидимый, но он не дается, вырывается в Зимний дворец, а позолота на руках остается, и град остается невидимым, он уходит как бы под землей, вот этот вот сокрытость, мотив сокрытости. Та же логика движения семантического поля образа земли от конкретного к абстрактному появляется в построении трилогии о очерках, о странствиях. Ну вот здесь я немного локализую свой рассказ, вот именно в цикле «Заварошка». Трилогия, вот в самом названии трилогии уже проявляется вот эта динамика уже в раннем как бы творчестве прищена, да, динамика образа земля. Родная земля, новые места, новая земля, вот три цикла, они объединены в единый, да, родная земля, новая земля, новые места. Здесь мы можем вспомнить Вячеслава Иванова родное вселенское, да, вот в этом движении семантическая модель движения от родного к вселенскому, от конкретного географического пространства видимого мира, да, к мистическому, невидимому. Сам он пишет следующее, первая часть этой книги «Родная земля» представляет собой отклики деревенской жизни родного мне края. Вторая часть «Новые места», впечатление от поездки с переселенцами в сибирские степи. В третьей части собрал я то, что заметил в другом движении русского народа к святым местам на новую землю, на новую землю уже с большой буквы. И ключевой мотив этих очерков собственно мотив «Бездорожье», который потом вот как бы в контексте уже если брать всю символическую модель текста вот этого китежского и петербургского прищвина, это мотив вот этого заблудшего человечества, мотив, в общем-то, корнями уходящий к мотиву блудного сына и блуждания моего «Я» духовного, духовный путь, вот такой дантовский мотив и мотив заблудшего человечества. В революционные годы эти блуждания как бы тоже будут в дневниках революционных лет и в «Мирской чаши». И вот этот мотив уже появляется в переживании эпохи 1905 года, что интересно. Я раньше не анализировала специальные те очерки, а сейчас в контексте уже других работ я стала внутри вот этого своего общего как бы ракурса рассмотрела и эту работу. И вот здесь мотив бездорожья. Что здесь интересно как бы ну вот в контексте такой символики ну вот зачитает цитату «Как он назовет свою книгу?» Спросил у меня профессор иностранной литературы «Должно быть отклики деревенской жизни? Какое холодное название? Есть теплые? Да боюсь сказать уж очень странно покажется. Я замялся, я помялся, профессор настаивал. Заворошка прошуршал я. Как босоножка? Повторите, пастерушка. Я защищать, я стал защищать свое слово, говорил, что в нем есть тело народное и одежда та самая, которой одета вся наша земля. «Непонятно», сказал профессор, «назовите уж лучше недотыкомка». Дома, ползакрыв глаза, я стал припоминать, где от кого услыхал я это слово. Ну, это мы все помним, да? Он как бы так вот пишет, что где от кого услыхал это слово, да? Мелкий бес. Вот. Сологуба. «Я из Петербурга ехал по железной дороге в 1905 году. Почтовый чиновник старый пляшивый подсел ко мне. «Вы из Петербурга?» спросил он. «Ну как, одолеют или задавят их?» Он очень волновался. Я спросил, почему он так волнуется? «Да как же, батюшка, начальство посылает в Рязань, а они ездить не велят. Кого слушаться? Вы бы по совести». Чиновник так и подпрыгнул на месте. «Вы должно быть холостой, а вы вольная птица. У меня семья. У вас так или иначе, у вас две совести, а у меня три». Он посмотрел на часы без пяти двенадцать. Сказано, ровно в двенадцать часов начинается. «Что?» спросил я. «Заворошка», прошептал чиновник и посмотрел на меня, как испуганная старуха. «Тут поезд остановился, чиновник вышел и больше я его не встречал». То есть вот такая мистическая встреча, а с другой стороны слово ключевое опять появляется в поезде, в пути, мотив пути для причины. Очень важный в Первой мировой войне тоже поезд появится у него. И вот этот образ «Заворошки», который символизирует общее состояние вот этого бездорожья пути народного в этот период. И несколько еще вот таких вот тоже цитат. Образ «Заворошки» и образ «Тупика». Значит, образ «Обродничества в дороге», образ «Тупика». Мотив замкнутого пространства и мотив бесовства. Вот здесь вот пересекается эти несколько мотивов. Мы что знаем, значит, ночь была, мужики собрались на полустанке. Мы что знаем, говорили одни. Мы как скотина, что прасолы гонят. Обняла ночь и загнали прасолы скотину в лощину. Стена с одной стороны, стена с другой, стена с третьей, а на четвертой стороне позади сидят прасолы, костер развели, чтобы ночь перебыть. Скотина разве понимает, зачем ее в лощину загнали? Как скотина, так и мы. И вот этот образ лощины, как бы по которому гонят стадо людей, появится в эволюционные годы как раз будет образ стада свиней, мотив Евангелес, который пытались перегнать через обрыв. Свиньи-то перепрыгнули, но не превратились как бы в образ человеческий. И вот этот мотив обрыва, революционного обрыва, он появляется вот здесь в образе заворожки, вот этого образа тупикового пути. Утрата пути, двойственность дороги, оборотничество пути, вот так же, как бы уже появляется в эти годы. Основной мотив заворожки утрата пути, бездорожье, тупик. И, значит, вот здесь можно еще как бы сказать о том, что, собственно, вот и сам образ земли, здесь тоже появится вот этот двойственный в самом образе земли. Лицо земли – это и недра ада, и райский луг, и лесад. Вот здесь интересная будет тоже вот цитата. «Как траншеями порыта длинными балками, со склонов бегут в них ручьи, совсем невинные и славные на первый взгляд. Бежит такой ручеек, а вдруг скроется в черной рыхлой земле, но невидимый и слышен, будто где-то на скотном дворе молоко цедит. Так овраг начинается, все склоны изрезаны красными оврагами. Идешь иногда весной по зеленому склону и радуешься, и думаешь, для чего непременно деревья, наши крестьяне любят простор и зеленую даль. И вдруг земля раскрывается под ногами не зеленая, а красная в глубине, и дрянь какая-то сочится на дне, будто болячки в антопических атласах. Бывает, сойдутся так к одному месту три-четыре таких оврагов. И вот если спуститься вниз в нашей равнине горы Глиняной Швейцарии, бывает, тут сохранится еще узенький гребешок, прежняя дорога, поэтому гребешку расскажет лет пять, уже не ездит, и даже мертвеца боятся носить, ходят только к обедни. То есть вот эти разные облики вот этой дороги и земли, которая вдруг открывается как какой-то ад, где мертвеца боятся носить. А давно ли разведут руками? Была тут славная близкая дорога. То есть вот опять же мотив оборничества дороги, под которой может быть глубокий умот, глубокий колодец, как и Чарусов, у Миленького-Печорского, так и здесь у Прещина. Еще несколько примеров приведу и буду тогда какие-то обобщения делать, чтобы не задерживать слушателей тоже. Образ вот этих стен, как бы мы уже сказали, размыкается в следующем цикле очерков, где Прещин пишет уже о путешествии азиатского цикла. И заканчивается этот цикл, что важно в этой символической триаде, когда земля видимая, оборачивается странствием земли невидимой, поиском уже не географического пространства, а поиском духовного зрения народа, невидимой подлинной земли. Речь идет уже о религиозном сознании народа. Для Прещина важно это сблизить, географию и религиозные такие поиски. И здесь уже появляются какие образы земли, земля божья, земля мать, все додумают у нас. Но я берусь сказать, у нас чем ближе земля, человек к земле, чем кривее его душа и не изменит дух. Хороша же мать, сказал я мужикам, земля не повинна, ответили они, поглядите, дуб растет, первое дерево, значит, самая первая земля здесь, земля не повинна. Народно-религиозность исследуется и в очерках Дурылина. И вот размышляя как раз земле, он как бы пропишет рассказ грех земле, где есть земля, вот та, которая собственно безгрешная и есть вот эта закрытая как бы Риманова Русь, то есть пелена, которая закрыта, эта земля от нас закрыта нашим грехом, а земля сама безгрешна. Этот образ Марьева тоже появляется и у Пришвина. Полотни бегут, говорит мой спутник, указывая рукой на колеблющиеся струйки прозрачного шпара у земли. Так называют у нас весеннее Марьева. Земля дышит теплым дыханием и все в нем колышется, все опрокидывается. Вот это опрокинутый образ земли, да, и вот дальше возникает тема, собственно, вот этой вот как бы располосованной, разделенной земли, которая должна вот как бы проясниться образом единой земли. А те, которые делятся, все повторяет. Моть, моть. Когда же я вижу много крестьян у земли, то всегда думаю, есть в земле что-то унижающее человека. Чем ближе к ней, тем больше ссоры и заботы. Все это так ясно, видно простым глазом. Пока будут эти мелкие полоски, всегда будут драки и ссоры. Нужно непременно оторваться от земли, чтобы возвыситься до настоящего общинного духа. Нужно, чтобы земля была вся вообще, чтобы всем одинаково, потому что она не человеческая божья, она мать всем и царям, и королям. По-настоящему нужно бы акциз на землю. И вот здесь переживание вот этого отчуждения во внешнем социальном мире, восполняемое каким-то духовным видением земли, как некой общей земли, оно связано с религиозно-философскими исканиями Пришвина. И в 2014 уже году тема идеального целого появляется в образе утраченного цветка мира, мир через источки, через сопоставление идеального «Мы – христианская община и мы – реального обывательского». Вот здесь вот цитата как раз рифмуется с вот этой землей божьей, располосованной земли, единой земли. 1 января перед войной 2014 года он пишет в своем клинике о мире как особом цветке, выросшем посреди раздробленной земли. На этой земле нищие раздробленные на мельчайшие полоски вырос чудесный христианский цветок, имя ему – мир. В продолжении записи Пришвин пишет об утрате мира как особого рода общности людей. Теперь от мира осталось мы маленькое, обывательское. Община современная есть христианская, а не христианская. В этом споре маленьких «я», составляющих обывательский мир, есть особое, острое «я», как стремление быть во что бы то ни стало свободным. На этой почве вырастает с одной стороны «я» кайнова, хозяйственный индивидуализм, кулачество, а с другой стороны «я» разбойничье, хулиганство. И вот в революции уже как бы он пишет о бегстве, о беженцах, мотив бегства и беженцев, бегунов, как бы рифмуется вот этот мотив с поиском, опять же, идеальной земли в народном сознании и в сознании автора. И я сейчас пытаюсь как-то вот сократить, и вот хотелось бы прочертить просто эту парадигму, поскольку здесь есть много очень материала. В уже революционный год, я сочетаю такую вот цитату, тоже очень важная здесь вот в этом контексте. Так, 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 так. Вот. В годы революции и гражданской войны, говоря о новых беженцах, Пришин пишет о том, что нужно не бежать по земле, а искать новую землю. Следующая фраза консексуально уточняет образ новой земли. Это мир, новая земля в евангельском значении, обретенный в свете родственного внимания невидимый до Толи град. Пришин пишет о развлечении лиц в смуте военного времени. Он видит сквозь завесу числа деления мира на красных и белых имя человек. Нет, я человек, заезд человека стою, у меня ни белое, ни красное, у меня голубое знамя. Я на святой горе, в вечном сиянии, под голубым знаменем неба. И вот, собственно, вот об этом бегстве, об этом поиске подлинного лица земли он пишет и позже в «Мирской чаше», когда пишет о некой вот этой невидимой новой земле, как о некой пряже-богородице, которая именует все пригорки растений. Собственно, краеведение в этот период это учительство Алпатова, который нас учит в мире, где разрозненные имена, где сталкиваются имена красные и белые, видеть имя каждого пригорка, каждого растения, видеть вот эту ткань имен как некую подлинную землю. Вот такая цитата, ну вот уже она, наверное, всем известна, но еще раз я тогда его просто зачитаю. Так, скажешь имя, и животное выходит из стада, а что из стада пришло, то имеет лицо отдельное от того, что его вызвало из стада человеческая сила любви, различающая, заложенная в имени. Будем же записывать имена деревень, животных, ручьев, камней, трав и под каждым именем писать мисс, быль и сказка, песенку. И над всеми земными именами поставим святое имя Богородицы. Это она придет пряжу на всех зайцев, лисиц и куниц. Вот этот мотив развлечения, мотив этой пряжи, мотив нового, в очевидном, выявление вот этой, здесь софийный миф, конечно, работает образ такой вот падшего мира и образ воссоединенного, как бы софийный прообраз единого мира и вот этой земли, как некой софии, такой вот, проявленный. Конечно, здесь с удовольствием сработает. И вот именно в оптике развлечения проявляется этот образ пряжи, вот этой единой земли общего цветка мира. Но, собственно, и позднее, уже в советское время, он будет так и понимать философию собственного очерка. Вот он в статье «Мой очерк» он будет писать о том, что вот очеркой есть это вот некое такое вот собирание вот земли и там появляется опять тема Адама и тема поиска мужиком земли где-то там как можно больше набрать земли он хочет, как бы мужик. А очеркист-художник, он понимает, что землю нужно не бежать по ней, а открывать ее здесь рядом. Как бы здесь вот совершенно другой как бы путь в эту вечную, открытую и огромную землю. И вот, собственно, в завершении хотелось сказать именно о том, что вот здесь и ранние как бы уже очерки и поздние говорят именно об этом попытке Пришвина собрать вот этот вот образ образ общности, которая восходит к некому ну вот к некому преодолению вот этой трагедии времени, трагедии разделенного мира, как бы и возвращение его к некому единому миру. Хотя в годы уже советского времени он отчасти употребляет образы и комсомольца, и пионера. Вот у него есть такие вот как бы слова. Но вместе с тем он, как и ухтумский, больше как бы движется к образу все-таки вот этого града божьего, который на его языке обретает образ, обретает этот концепт невидимого града. То есть невидимого града как некий, некая традиция серебряного века уже в советское время. И вот зачитаю последнюю цитату, как и в дневниках 18-19-го года, в дневниках 40-х появляется мотив возвращения в общий дом, к духовному домостроительству, к обладанию своей земной долей. То есть опять же земная доля. Цитата. Так я пережил три состояния. Пролетарская озлобленность, изготовленность и требовать себе земных благ в силу внешнего равенства всех в отношении распределения земных дорог. Второе. Состояние личного смирения, состояние нищеты своей и радости и благодарности за получаемое. Третье. Состояние полного обладания своей земной долей с обязательствами своей готовности идти на страдания с верой и бессмертием личное. И вот еще одна цитата тоже очень важная. Вы все еще здесь, сказала я спорщикам, собираетесь куда-то подниматься или опускаться. То есть либо по лестнице наверх, либо опускаться куда-то вниз, долбить эту землю Кавказа. Бросьте лошадей, поезда, пароходы, самолеты. Все не нужно, все чепуха, все ломайте, все бросайте. Мы уже прибыли. Мы на месте. И вот собственно этот опуск, где время преодолено, когда время превращается в пространство, этот опуск невидимого града, где времени больше нет и не будет, образ царствия Божия, вечной истинной земли. И здесь на земле и на небе, сказал я, разве ты не знаешь, что нет черты, разделяющие небо и землю, как нет черты, разделяющие мое сегодня и завтра, земля и небо сегодня и завтра нераздельно, потому что вчера мы спасены. Ну вот я, пожалуй, на этом закончу, я попыталась сокращать и как-то не могу привести, поскольку последний доклад уже к какому-то такому более емкому содержанию. Если будут вопросы, я отвечу. Большое спасибо. Лена Юрьевна, большое вам спасибо за интересный, глубокий, очень увлекательный доклад. Какие будут вопросы у аудитории? Пожалуйста. Прошу прощения, у меня вот вопрос, вернемся, если можно, на немножко к заворожке. Вот просто прошу прокомментировать, можно ли объединить слово заворожка и обманка? Это из герметики, из герметики, видимо. Заворожка, это обманка или все-таки это более широкая? Прошу прощения, вот было не очень слышно, вот вы сказали заворожка и объединить заворожкой и обманкой. Можно прокомментировать, они отождествляются или все-таки нет? А обманка, а вы в каком контексте хотели вот... Как раз вот о том, что мы раз говорили, что заворожка заворожка может именно привести к тупику. Но участники вот этой заворожки, они об этом не знают. Даже тот чиновник, который заворожки объявляет, который там сходит с поезда, неизвестно, куда он девается. Так вот, ну просто я знаю такое высказывание, что заворожка это обманка, но это не заворуха. Заворуху видно сразу и из нее можно выйти. А из заворожки практически выйти, ну может быть и возможно, но очень сложно. Вот она появляется именно постоянно, как тупик, но о котором ты еще не знал. Да, здесь вот, спасибо большое за вопрос. Здесь вот как раз, вот мне кажется, здесь как раз вот это емкое пространство, недотыкомка, мелкие бесы, вот это вьюга, да, вот метель, да, у Пушкина еще эта тема бесов, да, дорога, на которой вот бесы крутят. И заворожка это такой вот мелкий бес, который, собственно, закручивает дорогу и уводит ее с пути вот какого-то, то есть это не путь дорог, а уже какая-то вот именно, какая-то ложная, какой-то оборотень дороги, то есть дорога оборачивается вот и тупиком, может и тупиком, или просто вот вот этой топью и болотом, да, и собственно, ну вот, да, упрещено, пожалуй, здесь возникает, наверное, ключевой образ стены, и тупика, да, есть еще образ обрыва в более вот в древолюционные годы, там у него уже будет обрыв, и путь через обрыв, но это евангельские уже, перегоняли, да, через обрыв, обрыв истории, то есть это какое-то такое бездорожье, которое вызвано именно Марьевым, вот этим вот мороком в сознании человека, вот поэтому народ, который не видит путей, народ, который разделяет землю, он ее, и вот оптика, опять же, если смотреть совсем близко на землю, то ты будешь озлобляться, если ты возвысишься и как-то посмотришь на землю с высоты птичьего полета, ну так как вот, кстати, Прищин сам вдруг смотрит, когда в революционные годы, в 17-м году он его отбирает дом, он сидит за закрытыми ставнями, вот этот мотив окна, и говорит, темное вольное сердце, но потом он подумал, разве солнце небесное не светит над всеми нами, и когда он вот так примиряется с тем, что вот теперь в его саду тема собственности уже большевики, как бы другие люди, он говорит, я выйду и в чужом теперь саду буду окапывать вместе со всеми яблоньки, то есть главное все-таки возделывать сад уже... Он из Белоруссии выехал, получается, приехать из Заворожки выехал в данный момент. он вот это преодолеть злость на сегодняшний день, в общем-то Заворожка, она вот эта вот катастрофа преследует всю мою жизнь, он пишет об этом, вот этот катастрофа, и он пытается все время выйти сквозь толщу, катастрофа толща такая, опять же, морок толща, какая-то завеса, вот нащупать хоть каких-нибудь вестников желанного мира, говорит он, то есть вот из этой Заворожка сознания, Заворожка вот это, вот мелкий бес, вот выйти к этому ясному пространству. Это вот действительно его такая и судьба, и какой-то ключевой, какой-то мотив такой, вот автобиографического уже мифа можно сказать. Спасибо большое, спасибо. Спасибо, может быть, еще есть у аудитории вопросы? Спасибо большое тоже за вопрос, спасибо за обсуждение. Да, благодарим Севладу Игоревну всех за замечательные доклады, вопросы, обсуждения, но мы встречаемся в 18.30 все вместе по этой же ссылке и завершаем нашу конференцию. Так что ждем вас через 15 минут. Хорошо, все скажем друг другу. Спасибо. 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 Спасибо.